Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем тюльпаны. У нас будет три цветочка и мы начнем сразу же с этих цветов красками. Я беру белую краску и красную. У меня тюльпаны будут розовато-красные. Смешиваю белый и красный для того, чтобы получить цвет тюльпана. Вы можете сделать тюльпаны или такие же, как у меня, или какие-то другие. Начинаем намечать сразу красками. Мы рисуем овал. Нам нужно поместить три тюльпанчика на листе. То есть рисуем примерно какого они будут размера и в будут вместе. И они примерно похожи на овал. А вот они одинаковые. Один средний тюльпанчик немножко будет заезжать на верхний. Вот примерно мы наметили, где у нас будут тюльпаны. Здесь вот у нас будут веточки, но веточки, ножки мы сейчас нарисуем уже зеленым. Дальше нам нужно получить цвет зелени. Для этого я беру белый. У меня травяной зеленый. Я хочу зелень поярче, поэтому я смешаю желтый с синим. У меня синий небесно-голубой. Вот есть небесно-голубой, есть ультрамарин. Я выбираю небесно-голубой. Ультрамарин он более фиолетовый. И получаю яркую зелень. То есть она зелено-салатовая, такая вот с теплым оттенком. Можно использовать зеленый, смешать его с белым и добавить желтенького, чтобы зелень, чтобы листики были поярче. И таким цветом я начинаю намечать листики и стебельки. Так, этот стебелек примерно будет здесь. Не обязательно точно так же делать. Можно делать немножко по-своему. То есть у вас может какая-то быть другая композиция. Но в целом, да, вот эти три цветочка, они примерно по центру листа. Ну то есть вот они по диагонали, но в целом по центру. Здесь будет ножка еще одна. И где будут листики? Вот здесь вот будут немножко торчать листики. Так, это ножка. Здесь вот листик. Ну то есть вот основные формы мы наметили. Да, вот примерно где-то по центру получилось. Получилась вся вот эта композиция. И давайте теперь заполним листики одним цветом. Ножки можно сделать сразу посветлее. Добавить чуть-чуть белого, сделать более светло-зеленый. А листики вокруг чуть-чуть потемнее. Но можно это сделать и потом. Главное сейчас наложить крупные пятна. Ну то есть разложить все по цвету. Примерно что какого будет цвета, чтобы заполнить весь белый лист. Так. То есть мы достаточно быстро заполняем сейчас основные формы, листики и цветочки. И потом заполним фон. Дальше уже вторым слоем будем прорабатывать детали. Детали, свет, тень. Дальше форму можно будет уточнить и подкорректировать. Вот это листики. Они не темные, они достаточно светлые. И теперь тюльпаны. Сами тюльпаны, сами цветочки. Если у вас листик побольше, берите кисточку побольше. У меня листик маленький, поэтому кисточка маленькая. Но можно взять кисточку и побольше. Тогда будет получаться быстрее заполнять основные формы крупные. Они могут быть три разных тюльпанчика по цвету. То есть тут можно поэкспериментировать. Так. И теперь подумайте, какого цвета у вас будет фон. Для фона лучше взять кисточку побольше. У меня фон будет светленький. Например, белый. Можно в белый чуть-чуть добавить синего. Чтобы получился бело-голубоватый, например. Но вообще можно добавить туда разные оттенки. Но в целом, да, в целом будет светлый фон. Я добавляю капельку синего. Получается светло-голубой. И в этот светло-голубой я могу подмешать какие-то дополнительные оттенки. Но сначала я прокрываю весь фон этим светло-голубым. Можно тоже сделать розовеньким, светло-розовеньким. Можно сделать желтеньким. Главное, чтобы он был светлый. Так. Вот нам нужно сейчас проложить фон теперь. Как раз пока цветочки и листочки подсохнут. И причем фон не обязательно должен быть одинаковый. Он может быть где-то потемнее, где-то посветлее, где-то поярче, где-то какие-то оттенки могут быть. Вот я проложила голубым, светло-голубым. Прям светло-светло-голубым. Можно, например, желтенького добавить. Желтый с белым смешать на палитре. Где-то какие-то оттенки желтого добавить, чтобы было повеселее, поинтереснее. Где-то можно и оттенки розового, светло-розового только. А можно оставить однотонным. Можно оставить однотонным голубым. Так. Еще хочу, наверное, к низу подтемнить. Может быть, чуть-чуть голубым. То есть, чуть-чуть потемнее голубой. И теперь переходим к прорисовке самих цветочков. Нам нужно добавить тень и свет. Теперь нам нужно подобрать, какого цвета будет тень. Будем смешивать. Возьму красный. У меня красный, холодный, рубиновый. Или он называется кармин. Можно добавить туда, чтобы получить более темный оттенок. Можно добавить или черный, или же синий. Я уже добавляю синий ультрамарин, более холодный. Такой более фиолетовый оттенок. Не вот этот. А вот именно ультрамарин можно добавлять фиолетовый, если у вас есть. То есть, красный, рубиновый, синий ультрамарин и белый. И начинаю прорисовывать тень. Вот здесь вот так. Потом у меня будут лепесточки. Здесь вот будет лепесточек. Здесь будет тень. И сверху тоже будут лепесточки. Так. Можно какие-то свои прорисовать лепесточки. Можно повторить за мной. Это уже не так важно. То есть, главное просто, чтобы форма этих цветочков была чуть-чуть поинтереснее. Теперь я беру посветлее. Добавляю беленького в эту тень свою. И здесь вот заполняю тень. Вот здесь вот заполняю тень. Здесь заполняю тень. То есть, постепенно буду прорисовывать уже более детально цветочек. Так. Теперь белый, красный. Нужно получить средненький. Средний розовый. Средним розовым. Тут нужно подразмыть. Теперь я мою кисточку. Можно просто на самом деле подразмыть. Сделать более плавный переходик. Может быть слишком темный цвет. Можно его сделать посветлее чуть-чуть. Тут вот краю я высветляю светло-розовеньким. И здесь вот нужно теперь подразмыть чуть-чуть границу. Сейчас я подразмою. То есть, чтобы был более плавный переход от темного, от темно-розового к среднерозовому. Примерно так. Сейчас еще подразмою чуть-чуть. Может быть, вот эту тень тоже чуть подразмою, чтобы она была чуть-чуть посветлее. То есть, вот эта тень, она с одной стороны темная. С другой стороны, она может быть и не супер темная. То есть, она может быть средне темная. Так. Теперь сейчас я все подразмою здесь. Вот с серединкой мы определимся, что там будет. Можно какой-то добавить еще лепесточек. То есть, тут вообще можно все упростить. Теперь я беру цвет фона. Голубенький. И вот здесь я, если что-то лишнее, я закрашиваю, чтобы верхушку цветочка, чтобы какая-то форма прорисовалась. И теперь здесь вот все сейчас еще подразмою. Вот эти границы, чтобы они не были такими резкими. Уже какой-то объемчик у меня проявляется. Тут чуть-чуть высветлю справа. То есть, у меня свет справа получается. Все лепесточки справа посветлее. Слева потемнее. И можно еще добавить цвета белый. Белый и красный. И какую-то зону света более светлую можно проложить. Но можно, в принципе, и не прокладывать. Можно оставить как есть. Потому что уже они более-менее объемные. Вот я добавила свет. Светло-розовую часть. Не с краю, а чуть-чуть. На несколько миллиметров я отодвигаю влево от края. И теперь подразмываю. Подразмываю, чтобы этот свет более плавно переходил в средний тон. Это средний тон. И в итоге у меня получается, что есть тень, есть средний тон и есть свет. То есть, это на каждом лепесточке получается. Вот слева тень, здесь тоже слева тень. На всех лепесточках слева тень. Справа свет, а посерединке средний тон. И теперь светло-зелененький. То есть, я добавляю белый в зеленый. И прорисовываю ножку. Теперь все то же самое мы проделаем с другими цветочками. Можно упрощать, да. Можно, если что-то не получается, просто сделать овалом. Как будто они еще не распустились. Слева тень, просто справа свет. Так, сейчас вот пока у меня такой цвет, еще ножку сразу нарисую у этих. Ну, то есть, главное, чтобы на каждом цветочке был темно-розовый и светло-розовый. Ну, между ними средний, если получится. Если не получится, можно и без него. Можно, например, не таким контрастным делать. А тут вот можно книзу еще чуть-чуть подтемнить. Так, все, переходим к другому цветку. Тоже берем темный. Темно-розовый. Левую часть закрашиваем. Отделяем теперь лепесточек. Так вот примерно. Здесь будет еще один лепесточек. И вот у этого лепесточка мы намечаем тень тоже. На каждом лепесточке слева тень, справа свет. Вот мы пятном, просто пятном наметили тень. Можно чуть-чуть водички добавлять, да, и более жиденьким размывать, чтобы она плавно переходила и влево, и вправо. Тут эти могут соприкасаться, могут не соприкасаться, как получится. Книзу вообще можно чуть-чуть затемнить. И теперь внутренние части у меня. Здесь какие-то очень простые треугольнички. Это лепесточки внутренние. Так. Ладно, еще смешаю. Красный и синий. Красный и синий. Внутри можно затемнить. Не очень, не очень темное должно быть. Наверное, здесь слишком темновато я делаю. Сейчас очень контрастно. Так. Теперь вот эту тень я водичкой размываю, чтобы она плавно перетекала в основной цвет, в средний розовый. Так. Здесь вот что-то еще. Какие-то лепесточки внутренние. Ну и теперь... Так, сейчас снизу чуть-чуть можно подровнять. Форма цветочка, чтобы она была более кругленькая. Ну и свет остается. То есть просто мы накладываем тень и свет. В принципе, не сложно, если попробовать. Не бойтесь попробовать. Белый. Красный. И накладываем свет. С правой стороны на лепесточки. Вот тут еще на эти, на внутренние. И тоже их подразмываем, чтобы они плавно перетекали в средний розовый. Может быть, кажется, со стороны сложновато, но если вы начнете делать, да, вы поймете, что это такой просто эффект. Что, когда появляются тени, сразу выглядят более объемно. И это не значит, что сложно. И вот светло-розовым, да, вот краешек, левый краешек, он называется рефлекс. Он хоть и темный, но чуть-чуть светлее. Прямо вот таким вот светло-розовым я ввожу слева. Вот. Пусть он сейчас подсохнет, сейчас пока отсвечивает. Пока мы прорисуем еще один. Так, темный, да, с добавлением синего. Темно-розовый. Главное его не перетемнить, хотя тюльпаны могут быть и темными. Так, вот здесь вот все мы прокрываем. Темненький, всю левую часть и даже нижнюю часть. Тут можно сделать еще один лепесточек. Этот лепесточек будет такой. И здесь еще один добавляется. Темненький. Потом вот здесь вот еще один можно сделать темненький. Ну, какой-нибудь там вдалеке. Светленький. Так. Так. А вот очень условно. Очень условно. Дальше. Я размываю границу чуть-чуть водичкой. Добавляю светлый. Белый с красным. Светлый розовый. Светлый розовый сюда добавлю. Можно прямо на краешек. И вот туда, где мы добавляли лепесточек. Тоже добавляю светленький. Сюда можно на задний. И вот здесь, если у меня вот эти два слились, я средний цветочек, его границу высветляю. Светло-розовым тоже. То есть, у меня светлый цветочек на фоне темного. И тогда он не будет сливаться. Еще можно высветлить. Где-то, если какие-то квадратные лепесточки, можно их подкруглить. И все. Теперь вот этот светленький я размываю, чтобы он плавно перетекал темненький или в средненький. И можно еще совсем светлый. Белый прям. Белый с розовым. И почти что белый. Ну как бы блик. Блик можно делать, можно не делать. Можно сделать, чтобы было повыразительнее. Ножки. Ножки светло-зеленые. Их выявляем, если они затемнились. Еще раз их высветляем. Так. То есть, получается, что эти ножки светлее, чем листики. А как они будут выделяться? Так. Стебелечки светленькие. Здесь уже не торопитесь делать их поровнее. И теперь объем листиков можно еще наметить. Да, что вот этот листик у тульпанов, они могут загибаться. Здесь делаем, что листик загибается и даже закрывает ножку. Там загнулся краешек. Чтобы листики были пообъемнее, мы их еще подтемним. Так. Можно где-то даже беленького побольше и прям совсем светленький. Сделать светло-зеленым. В ножку можно где-то справа. В правую часть ножки можно добавить более светло-зеленый. И теперь тени в листья. Я опять возьму желтый, синий, который небесно-голубой. Получается зеленый, желтый плюс синий-зеленый с белым. И теперь подтемню. Я тут побольше синего добавила. Может быть еще капельку черного, но только не перетемните. Прям чуть-чуть. Чтобы получился темно-зеленый. У нас мы добавляли в тюльпаны сами тень. А теперь в листики тоже хочется добавить тень. Вот этот листик как-то там проходит. Так. Мы его затемним чуть-чуть. То есть вот его линия проходит здесь. А это уже пошел другой листик. Чтобы они не сливались, чтобы их как-то разделить. Вот можно тенью. Так, например. И можно еще в этот листик добавить тень. А краешек, например, загнулся. То есть он посветлее остается. Ну и вот может быть как-то вот тут загибается что-нибудь. Чуть-чуть тень добавляем. Теперь таким же темно-зеленым можно еще пройтись где-нибудь. Вот как тут идет этот листик. Вот так, например. Какие-то листики. Не нужно их все перекрашивать. Какие-то листики остаются светло-зелеными. Ну то есть как бы средне-зелеными. Сами стебельками. Со стебельками. А какие-то мы затемняем. Чтобы в листьях тоже была тень и был свет. Ну и вот тут можно тоже краешку затемнить. Заодно и тюльпанчики, что больше выделятся. Вот так. Например. Так. Ну вот. А где-то остался средне-зеленый. Вот здесь мы отделяем. Немножко на ножку. Ножка затемняется. Ножка наезжает. Теперь можно чуть-чуть где-то подразмыть. Чтобы не были такие резкие границы. Да. Вот тут чуть-чуть я подтемню книзу. Чтобы от фона отделить. Я немножко подтемняю. Чтобы с фоном не сливалось. Ножки. Стебелечки. Ножки, стебелечки. Ну их просто чуть-чуть прогладить контуры. Ну чтобы не было резких таких вот границ. Еще и подразмываем. Чтобы этот темно-зеленый более плавно переходил в средне-зеленый. То есть где-то можно оставить четкие контуры. А где-то можно подразмыть. Вообще даже это относится ко всем контурам. Если где-то белые дырочки тоже можно подразмыть. Ну то есть белые промежутки. Между краской где-то что-то не прокрасилось. Тут можно тоже подтемнить. Так. Здесь вот я размываю границу. Чтобы темно-зеленый переходил в средне-зеленый более плавно. Тут чуть-чуть я подразмываю. Тут я подразмываю. И вот тут я подразмываю. Везде все подразмыло. Все контуры я подразмыла. Очень одинаковые ножки. Какие-то да. Можно им затемнить книзу например чуть-чуть. Чтобы они не были такими палками одинаковыми. Книзу можно ну чтобы все почти что сливалось. Чтобы кое-где такие длинные полоски светлые не тянулись тонкие. Они к низу могут затемняться и почти что сливаться с листиками. То есть все равно они будут выделяться. Но они будут более темными. Тут еще надо затемнить. И смотрим что получилось. В принципе тюльпанчики получились объемные. Можно ножки пробовать делать пообъемнее. Например добавить побольше черного в зеленый. Какую-то тень на ножки показать. Но лучше их оставить светленьким. Ну вот кое-где так можно чуть-чуть. Можно и не делать. А лучше. Лучше делать чем проще тем лучше. В принципе все. В принципе все. Так снимаю скотч. Аккуратненько. Вот такие получились милые тюльпанчики на 8 марта. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...